Камни Естественно, это полигональные складки, это мегалиты по всему миру. И начнем мы, пожалуй, изучать мегалиты Мачо-Пичо в Перу. Там много таких мегалитов, но внимание привлек один из них. Мало того, что там очень сложная система водоснабжения в этих мегалитах, в которой вода непонятно откуда берется. Нас сейчас интересует не это, нас интересует другое. А именно, один маленький участок, вот этот. Там явно видны следы от оплавления. Именно локального нагрева до нескольких тысяч градусов. Конечно, есть шанс, что просто солнышком припекло, но что-то мне верится с трудом в эту версию. Потому что вот такого оплавления может достигнуть несколькими путями, но ни один из них технически невозможен в данное время. Ни лазер, ни плазма, ни звук. Тем более, что четко видно изменение цвета оплавленного камня. Посмотрите, ни у одного историка нет ответа на то, чем это может быть вызвано. Полигональная кладка сама по себе загадка. Но почему в нескольких местах она оплавлена больше, чем в других, скажем так? Это большой вопрос. Что может предположить? И это не единственное место, где такие вещи происходят. Мы можем видеть и локальное оплавление, и растрескивание породы. Что бывает при кратковременном нагреве снаружи. Посмотрите, неоднородный цвет, изменение цвета. Часть из них нравилась больше, просто потом оплавилась. После того, как одна часть просто обгорела. Четко видны потеки. Посмотрите. Нечто похожее есть и в Пальмире, в Моголиске. Нечто похожее есть и на острове Пасхи. И в разных других местах. Где четко видно, что как будто была война с применением ядерного оружия. Никаких иных объяснений не может быть. Выжженные площади, измененный цвет вверху и снятый слой породы снизу. И в некоторых местах мы находим четко сульфат серы. Это химическое соединение, которое может быть получено только при очень высоких температурах. Но оно во многих местах. В Пакистане, в Индии, в России. И такие белые камешки. На первых это ничего необычного. Но это чистая сера. В наше время в лабораторных условиях сульфат серы получить очень сложно. С такой чистотой просто невозможно. То, что находят, это 93% чистоты. Сейчас это практически невозможно. Такой чистоты в естественных условиях не бывает. Просто посмотрите, слева это то, что естественный. А справа это найденный именно в местах оплавления камней. Это говорит о том, что было температурное воздействие на определенную породу типа мрамора. Очень краткий период и очень сильное воздействие. Очень высокие температуры. И такое везде. Например, в Ирландии. Например, в Европе. Очень много. В Шотландии найдено таких вот фортов непонятных строений, структур с оплавленными краями, с глубоко уходящими оплавленными стеклами и кристаллами. Когда-то это были форты. Но что могло вот так до обсидиана нагреть эти форты в Ирландии? Это называется Vitrified Fort. Посмотрите, кристаллы тут же образовались и состыли. И таких мест оплавленных полно по всей Ирландии. Vitrified Fort. Можете погуглить сами. Полно доказательств. Они просто зацементированы вместе. Это просто какой-то сплав получается. Стекла, кристаллов, камней. И когда-то это было каким-то строением однозначно, потому что форма, она не обманет. Даже ровные поверхности испещрены и оплавлены. И таких мест полно. И это не природное образование. Это не следы выветривания. Потому что видны поры, видны следы и механическое воздействие поломок. И видна форма. Это может быть только приложением очень высокой температуры. Потому что объекты явно искусственного происхождения. Вот эти вот змееподобные следы на камнях. И ни у кого нет ответов. И такие вещи есть в России. Полно. Даже Брестская крепость. Нам говорят, что огнеметы, немцы. Огнеметы не могут при дистанционном воздействии развить температуру 2-3 тысячи градусов. Причем повсеместно, чтобы расплавился кирпич. Во многих местах бомбы, снаряды, они разрушают кирпич. Но они его не оплавляют. Вот такое огнеметы сделать не могут. Тогда термобарических бомб не было. Чтобы на такую глубину... Подумайте сами. Какое усилие, какая энергия должна быть приложена, Чтобы на такой глубине вот так плавить кирпич. Это именно плавление. Даже потек. Насчет форт-зверев я не уверен. Потому что снаружи нет следов воздействия. Хотя снаружи могли потом и поделать, обделать и так далее. То есть как-то восстановить. Но вот такое... Это может быть только температурное воздействие. Такое есть и в Индии. В храме Хинду в Шри-Ланке, например. Помимо Индии. Такое есть по всему миру. Пожалуйста, храм Шима. Явно оплавление и сверху. Снесенные крыши. При том, что остались колонны. Целые стены. Но измененный цвет. Оплавленные поверхности. Именно поверхности. Что бывает при взрыве на высоте 300-500 метров. Посмотрите. Что мы видим здесь? Это, по-моему, Олег Торцин снимал сам. Лично. Переломанные колонны. Ни одно землетрясение такого не может сделать. Те же самые, как в Шотландии. Какие-то змеевидные такие каналы. Также следы литья. Повреждение температурное блокнот. Повреждение температурное блокнот. Повреждение температурное блокнот. По colonialalt energ role. По новому игре. Пувреждение температуры. Позведение температурное блокнот. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok 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 Субтитры сделал 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 DimaTorzok 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 DimaTorzok